Когда на первых европейских играх в Баку в 2015 году на соревновательный помост вышли российские акробаты Марина Чернова и Георгий Патарая, стало ясно, этой паре нет равных. Уровень мастерства, сложнейшие элементы, артистизм, гармоничное сочетание движения и пластики. За всем этим стояла большая работа команды Владимира Робертовича Гургенидзе. Заслуженный тренер России и СССР. С конца 90-х возглавляет российскую сборную. Супруга Лариса Борисовна – главный хореограф, один из лучших балетмейстеров в мире. Так сложилось в судьбе Владимира Робертовича, что свое первое звание заслуженный тренер СССР он получил у себя на родине, в Грузии. Там же познакомился с супругой Ларисой Таварткиладзе, чей отец был директором научно-исследовательского института физкультуры и спорта в Тбилиси. С первых же дней я работала со сборной командой Грузии, можно сказать. Потом, впоследствии мы переехали сюда, но там у нас уже были чемпионы мира. На тот момент я уже была заслуженным тренером Грузии. Мы с моим мужем получили это звание, будучи студентами института еще. Наши девочки с чемпионата мира Европы привезли 18 золотых медалей. И на огромном стадионе во время футбольного матча Советский Союз тогда был. Советский Союз с Грецией и нам там вручили звание заслуженного тренера, чтобы все видели, что молодые тоже могут. После триумфа грузинских спортсменов в семье Гургенидзе появились сыновья Ревас и Тимурас. Затем акробаты переехали в Россию, в старый городок. Будущих чемпионов мира и Европы чета Гургенидзе готовила в местной спортивной школе. Я с женой мечтал, чтобы жить в таком месте, где в пяти минутах был бы зал от жилья и все, и чтобы полностью отдаваться работе. Так и получилось. Потом мы здесь практически у нас переходил весь городок, все и большие и маленькие и все. Оборудования не было, проходилось где-то доставать, что-то, 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 что-то где-то получилось. Потом появились у нас первые чемпионы Европы, женская пара с Москвы, их взяли, нас попросили, чтобы с ними поработали. Здесь у нас было борцовское татами, на котором мы работали. Правда, еще ремонта не было, все было в этих грибках, весь зал такой, катастрофа, честно, если сказать. Но у нас получилось, опыт дал свое дело, они попали на чемпионат Европы, выиграли, и авторитет поднялся, нас узнали. Тренерские таланты, упорство заметили власти, зал отремонтировали. А Старогородковская спортивная школа стала центром притяжения не только местной ребятни, но и акробатов со всей России и даже мира. Перенимать опыт к Гургенидзе приезжала сборная команда Франции. Их любят и знают в Европе, опасаются на мировых состязаниях, ведь работа тренеров Гургенидзе – это высочайший уровень мастерства и самоотдача. Рядом с Владимиром Робертовичем его сыновья Тимурас и Ревас – заслуженные тренеры России, заслуженные мастера спорта. Старший Ревас на протяжении десятилетия не оставлял шансов акробатам всего мира стать первыми в категории «Смешанная пара». Его выступления сводили с ума поклонницы и украшали любое соревнование. Сейчас Ревас тренирует в Звенигороде Тимурас в Одинцово. В юбилей главного тренера сборной команды России по спортивной акробатике Владимира Гургенидзе звучат поздравления не только от учеников и коллег. За большой личный класс развития спорта в России, подготовку спортсменов международного класса и среди днём рождения награждаются именными часами и грамотами президент России Владимир Владимирович Путин. В Старом городке сегодня тренируются четыре абсолютных чемпиона мира – Марина Чернова, Георгий Патарая, Николай Супрунов, Игорь Мишев. Эти спортсмены будут представлять Россию на всемирных играх, которые состоятся в Польше. Впереди по-прежнему большая работа, ведь для неолимпийской акробатики появился реальный олимпийский шанс. В 2018 году в Буэнос-Айресе пройдут третьи юношеские олимпийские игры, где спортивная акробатика будет представлена женскими тройками. Мария Подъюпольская, телекомпания Одинцова.